Валяем туда-сюда, чтобы она твёрдая стала. Эти горянки и селение Рохота начинают работу после утренней молитвы. Ежедневно каждая мастерица изготавливает своими руками по одной бурке. Сушка, чистка и отбор овечей шерсти. На изготовление одной шибы уходит 6 килограммов войлока. Средний размер чабанской накидки – 160 сантиметров. Патимат – самый опытный работник фабрики. Ей 77 лет. 60 из них она посвятила этому ремеслу. Женщина была комсомольцем и депутатом. У неё сотни учениц, среди которых трое дочерей. Мне полюбилась эта работа. Вначале я приходила сюда с мамой, когда была ещё ребёнком, а позже в школьном возрасте вернулась на фабрику самостоятельно. Я надеюсь, что моя работа принесла пользу чабанам и тем, кто нуждается в этой одежде. Этой фабрике почти 100 лет. Начиная с 1925 года она не прекращала работать, даже в трудное военное время. Чабанские бурки на поле битвы спасали жизнь кавказским горцам. Реализация у нас слабовата. Ну, как раньше, конечно, нету. Когда раньше эта фабрика была, этот СССР, уже где здесь работали 250 человек. Ну, машины мы возили. Краснодар, туда, ну, другие края, Красноярские. Ну, сейчас слабовато, конечно. Рабочих где-то 15-17 человек числится здесь в данный момент. Желающие есть, ну, работать, а так работы нет. На фабрике помимо бурок и шерсти изготавливают и на матраснике. По словам завхоза, они помогают при болях в спине. Средняя же цена за горскую одежду и на матрасник составляет от трёх тысяч рублей за каждую. Местный артель продолжает жить, несмотря на низкий спрос и финансовые трудности. Рахатинцы надеются, что с развитием туризма интерес к буркам возродится, и народный промысел не угаснет.